Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня видео будет о хои. У меня всего две хои. Одна вот такая вот. Я ее вырастила сама, с отростка маленького совсем. Ей, наверное, года три. Но она у меня стоит в ванной комнате. И она у меня еще ни разу не цвела. Но я просто слышала, что хоя зацветает, есть его укоренение на четвертый год. Так что буду ждать. Но вот сейчас я заметила, что у нее прям пошел активный рост. Она стала прям везде давать по деньги. И вот здесь между пазух, вот здесь вот я вижу, появляются вот такие почки. Я не знаю, то ли это наветлиться будет, то ли цвести. Вот покажу поближе. Вот такие почечки появились в пазухах листьев. Хоя это тропическая, вечно зеленая лиана. Относится к суккулентам. Хою нужно очень редко поливать. И пересаживать тоже ее часто не нужно, если только по мере разрастания корневой системы. Вот я говорю, что моей хоечке уже три года. И она у меня сидит в одном и том же кашпо. Я ее не пересаживала. И не собираюсь пока пересаживать, пока не дождусь от нее цветения. И вот такая моя малышка, хоечка, хоя кэри, альба маргината. Я ее приобрела вообще черенком без корней в сентябре. И вот она у меня укоренилась только, не знаю, месяца, наверное, три назад. Только корни у нее появились. Ну, корешочки очень хорошо растут. Вот у нее очень много корешочков. И сегодня я ей хочу, конечно, поменять стаканчик. Я ей приготовила небольшой горшочек керамический. Вот такой горшочек. Он на самом деле очень маленький. Он узенький. И я уже насыпала дренаж. Дренаж вот так вот насыпала. То есть тут вот совсем как бы немножко. Грунт я приготовлю сейчас при вас. Грунт должен быть рыхлым. Земля не должна застаиваться, как и у суккулентов. Грунт я ей приготовлю из трех компонентов. Это грунт универсальный. Ну, совсем немного. Саводчик, наверное. Вермикулит. Древесный уголь. Можно даже, если есть, то добавить крупнозернистый песок. Тоже хорошо подойдет. Но если нет, то можно, в принципе, и вермикулит, перлит. То есть, если есть какие-то разрыхлители, то можно добавить любые. Должен получиться рыхлый грунт. В общем, получился очень такой рыхлый грунт. Воздух опроницаемый. И влага не будет в нем долгое время сохранять. И теперь я насыпаю. Ну, чуть-чуть вот насыплю. И теперь я хочу добавить удобрение осмокот. Длительного действия. Ну, вот удобрение я насыпала. Азот здесь 11% получается. Калий 18%. Фосфор 20%. Идет магний, железо, марганец, цинк. Малибден. То есть, ну, хороший такой состав. Мне нравится, в принципе, это удобрение. И теперь я ее аккуратненько достану. Здесь вот еще один листочек выкручивается. Корешочки у нее очень хорошие. Здесь вот у меня еще был у нее дренаж, кварцевый песок. И я тоже туда все это бросила. То есть, ей понравится такой грунт. Как раз. И сейчас ее присыплю. Поливать я ее буду аккуратно. Как бы корневая система у нее все равно быстро разрастается. То есть, это у нее постоянное место жительства будет. Пересаживать я ее отсюда долго не буду теперь. Их, я говорила, уже не рекомендуют часто пересаживать. Ой. И менять им часто место. Их тоже нельзя. А так, вообще считается неприхотливое растение. Ну, вот такая у меня красоточка. В таком красивом горшочке она будет расти. И вот хотела у вас спросить. Может быть, кто-то сталкивался с таким. Я просто не знаю, что это такое. Вот на молодом листике с обратной стороны, посмотрите. Видите? Как будто кто-то ее поел. Я, конечно, обработала ее от клеща. Просто думала, может, это все-таки это клещ ее так покусал. Ну, хотя вот я вообще не вижу ни таких вот, чтобы парадиты какие-то были. И где она стоит, там на цветах тоже нет ни таких парадитов. То есть я прям не знаю, что это такое. И немного расскажу, как я за ними ухаживаю. Про полив я уже говорила. Поливаю я ее редко. Но время от времени я ее, конечно, пускаю в душ. Я ее мою листья, чтобы не было пыли. Любит солнечное место, конечно же. Стоит она у меня прямо возле окна, напротив окна, прямо рядом. И на нее, конечно же, падает солнышко. Это у меня Хоя стоит под лампой. И если кто-то помнит, у меня в моих видео тоже мелькала Хоя Белла. Она такая небольшая была. Но, к сожалению, я ее потеряла. Напал клещ на нее. Клещ, и я прям не смогла ее спаснуть. Так что она подвержена грядителям. Нужно ее чаще осматривать. Ну, конечно, вот у этой Хои, у нее такие, в общем-то, большие глянцевые листья. А вот у той Хои Белла, у нее листочки совсем другие. И мелковатые такие. И вот как-то не усмотрела я за ней. И это прям быстро очень произошло. В Хои, конечно, очень большое разнообразие. Какое только нет. И цветы разные. Но я вот пока остановлюсь на двух экземплярах. Потому что, как всегда, места не хватает. И хочу просто дождаться цветения вот этой Хоечки. Ну, а вот этой Хоечки я хочу, конечно, дождаться хорошего роста. У нее даже и без цветения очень красивые декоративные листья. И без сердца. Я еще такой белой каймой. Ну, смотрится, конечно, прям Валентинка. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok